Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Привет всем моим друзьям и всем новым зрителям. Тема сегодня у нас будет простая и необычная. Вы это и сами видите из названия ролика. Как стать хозяином своего тела и отдать его под власть души? Зададим себе простой вопрос. Друзья, скажу сразу, что для этого вам не нужны освященные свечи, толстые религиозные книги, не очень толстые, но очень дорогие справочники по астрологии или магии чисел, длинные молитвы и сложные заклинания. Для этого вам не нужны гадания на кофейной гуще или на костях, сдохшие когда-то очень толстые церковные мыши. Для этого вам не нужны менеджеры храмов, говорящие от имени литературного персонажа по имени Бог. Вам даже не понадобятся сушеные змеи, пауки и жабы, кровь тасманских девственниц и черепа зоусов. Не нужны также мухоморы, транквилизаторы и панацеи от уханьки в крови. Кстати, тем, у кого панацея, им тоже не мешает посмотреть этот ролик, ибо те, кто сделали это, еще могут получить прощение, если осознают свое преступление против своей души и сильно набьют морду тем, кто их на это подвинул и подбил. Например, морду директора фирмы, который им приказал. Также надо понимать, что с крысами, тараканами и паразитами все средства борьбы хороши, без всяких ограничений. Нет никакой разницы, чем и как вы пробьете тараканы, не имея значения также какой это день недели, четное или нечетное число, и из какой щели таракан вылез. Например, щель может называться администрация тараканья. Но давайте начнем со сных понятий. Известных для жителей Земли Х очень хорошо. Инстинкт самосохранения присущ любому живому существу, это, конечно, нормально. Его теряют только некоторые взбесившиеся животные, например, лисы или собаки. Я, правда, за всю свою жизнь не видел таковых никогда, но от бешенства ветеринары колют всех домашних питомцев, и нас тоже им разрешили колоть, так как все человечки стали у Ханька послушные. Но мы, в отличие от животных, если носим в себе искус создателя, то можем контролировать и достаточно жестко страхи и инстинкты своего тела. Даже бездушные или теряющие душу свою так или иначе несут в себе генетические барьеры человека разумного. Например, мужчина, испытывая сексуальное возбуждение, не набрасывается на первую попавшую женщину, как кобель набрасывается на первую попавшую суку. А боящийся полета человек не пытается залезть под кресло своего самолета, завывая от страха и не понимая, что он туда не поместится. В нас живут разные страхи. Например, у многих есть, он появился сравнительно недавно, врожденный страх темноты. Он появился после катастрофы и страшных войн с нечистью. Но, тем не менее, ночной марш-бросок спокойно воспринимается большей частью солдат обычной пехотной роты. У любого нормального мужчины, я подчеркиваю, у любого нормального мужчины есть инстинкт охотника, добытчика. Этот инстинкт помогает ему реагировать на новые движущиеся, дышащие. Включается сам его вектор, направляет активность на защиту, на завоевание, на нападение. Любой мужчина, попав в лес, начинает реагировать на движение даже на границы зрения, то есть к краям глаза своего. А также у него начинается через какое-то время понятие того, что у него работает в особом режиме слух охотника и воина. Рыбаки-охотники и многие мужчины поймут меня. Он вычисляет из нормального звукового фона аномальные звуки. Например, шушание с травы или листьев под ногой человека или под копытом животного. Хруст ветки, меняющееся журчание маленького ручейка, когда в него кто-то наступил, даже прыжок с ветки на ветку. У женщин вот этой реакции, это вычленение звуков из леса, потому что в лесу, в основном, особенно летним, осенним или весенним, всегда очень много звуков. Еще в зимнем не бывает, конечно, тишина абсолютно спокойная из зимнего леса, но и в ней все равно присутствуют разные звуки. Например, где-то под сугробом, если большой снег, скребется мышь. Так вот, у женщин этого, этой особенности зрения и слуха нет. Из женщины хороший солдат получится только у режиссера в кино. И это совершенно естественно, потому что это ей совершенно не свойственно. У нее совсем иное предназначение. Наделенная душой женщина в союзе с мужчиной дарит миру новых творцов, несущих в себе его частицу. Они кувыркаются с кем попало по разным углам, занимаясь скорством и считая при этом именно, что и это называется словом любовь в разных позах. Если мужчина берет в себе особь женского пола, не наделенной душой, то как она, либо клоун, либо тень нового отражения, не имея своей души, так как у теней нет души. Они, тени, похожи на нас телами, но они очень чужие. Запомните это. В мире Земли Икс, искру создателей в себе несут только потомки жителей Янтарного Королевства, дети настоящего мира Амбера и ближайших девяти связанных с ним напрямую отражений, куда они спокойно перемещаются по своим делам туда и обратно. Остальные все только тени, и их отражения дают им все, кроме духовной сути, кроме искры создателей. Они очень, я повторяю, похожи на нас физически, но у них нет души. То есть, что бы они ни делали, какие бы храмы они у себя в своих отражениях не возводили, какие бы обряды в них ни проводили, в каких бы богов ни верили, они смертны совсем. У них нет дороги ни назад, ни вперед. Любое биологическое тело всегда смертны. Чем сильнее оно боится смерти, тем быстрее погибает. Искра создателя может быть всегда. И когда ее миссия и ее предназначение в биологическом теле выполнена, она переносится на иной уровень своего бытия, где и существует вне принятых нами понятий, времени и места. Там всегда присутствует наличие Творец, и душа вливается в него, становясь его частью, но при этом не теряет своей индивидуальности, ибо количество индивидуальностей Творца безграничено, там нет числового ограничения. Это сложная аксиома бытия, в которой по большому счету нет понятий вчера и сегодня, а есть понятие вечного торжества Логуса, Логуса идей над крайностями, как абсолютного порядка, так и хаоса, а вечность Хроноса только среда обитания, Творца, то есть наша с вами. Что творит сегодня нечисть на самом деле? Они лишают одухотворенных потомков Амера выполнять свое предназначение, пользуясь только ложью и страхом, и сильно разбаив их тенями бездушными, сильно похожими на них. Например, несущий в себе искусств создателя вместо творческого развития своего потенциала, такой человек начинает делать усиленно карьеру в администрации. Или что еще хуже идет работать в банк, крайняя степень падения, конечно, политическая карьера. Даже если одухотворенная девушка изродан догмами и ценностями века начинает продавать свое тело, это не так страшно, как если она начнет карьеру в области моральной проституции, то есть займется политической деятельностью и становится сотрудницей силовых органов нечисти. Это лон падения и деградации как для мужчин, так и для женщин. Это министр или президент. Маленькое отступление, друзья. Не все я успеваю, не на все ваши вопросы могу всегда дать ответ. Тем более, что часто ваши вопросы требуют развернутого на много роликов, на много тем комплекса такой информации. Прежде чем задать вопрос из области, например, истории, сначала послушайте мои ролики, шаг за шагом и не торопясь. То есть, если вы где-то услышали, что я что-то говорю о казаках, надо понимать, что есть трилогия о казаках, в которую входит 4 ролика. Надо сначала посмотреть все эти 4 ролика, а потом уже только, если у вас останутся вопросы, их задавать. Внизу под роликом, друзья, как всегда, именно тех подписчиков, которые постоянно помогают моему блогу финансами. Там же именно тех, кто в первый раз оказал помощь или оказывает иногда ее. Вы можете присоединиться к их числу по ссылкам, там же, друзья, канала. Еще раз вам напоминаю, что у канала есть свой счет на PayPal. Страничка. Прошу вас, не отправляйте деньги на почту. Часто приходит отправление на почту newrightchannelsobaka.gmail.com Вот туда не надо отправлять деньги. Надо пройти по ссылке внизу на PayPal и там сделать ваш перевод. Потому что я не могу открывать на каждую, каждый платеж на почту, новый какой-то сервис. Времени у меня просто на это физического нет, заниматься открытием и закрытием бесчисленных телодвижений. Я очень благодарен всем, кто хочет помочь. Очень ценю ваше внимание и желание. Но все-таки прошу внимательно всегда читать описание под роликом. На почту, друзья, надо писать письма, ваши вопросы. Я не всегда, конечно, успеваю отвечать, но стараюсь читать почту. А внизу под каналом кликните на ссылку, там все просто и ясно. Вся информация на PayPal есть на русском языке. Ну, теперь маленькое отступление в сторону немножко. Константин из Николаевской Руси прислал немного информации. Читаю дословно. Есть такой фильм советского времени «Бриллиантовая рука». Ну, все его знают. Где герой Александра Миронова, Андрея Миронова, Геша Козадоев в конце фильма начинает типиш. Шея, все пропало. И мне кажется, что у этих самых Козадоевых зачесалось в стране У очень сильно. Далее он перечисляет, почему он так думает. Итак. Первое. Государственный переворот на территорию У перенесли на 15 декабря. Неофициально, разумеется. Второе. Для тех, кто не сделал это, граждан, он с 6 декабря вносит ужесточенные ограничения для тех, кто еще сомневается. Третье. Конституционный суд территории У отказал кокаиному мальчику в его решении назначить других судей на должности в этой организации. Ну, правда, конечно, я могу тут ставить свое, так сказать, мнение, что конституционного суда и никакого государства на самом деле там нет. Как и в России. Как и во всех 15 республиках. Четвертое. Бывший президент, который, Янукович, подал иск в окружной административный суд, чтобы он все-таки поставил точку споря. Кто же все-таки президент на территории У? Как смешно. Пятое. Командир батальона Айдар готов в суде в Гааге дать показания по весне-лету 2014 года о том, что происходило на востоке страны и кто отдавал приказы и так далее. И плюс, конечно, китайская компания подала в Гаагский тратейский суд иск к ООО Мотор Сич. Предприятие специализируется в основном на выпуске авиадвигателей на разные виды летательных аппаратов. А его еще и сделали государственным, а не частным. На сумму 4,5 миллиарда. Честный наш дух захватывает от того, кто подгорает и что подгорает на кухне уклонов. Шеф нервно стучит пальцами руки по столу, а лерик пытается угомонить, но попадает под горячие зубы под бисенкой. Как ни странно, друзья, вот это письмо возвращает нас к теме инстинкта. Такое впечатление, что даже несущие в себе искусств создателя совершенно забыли, я почему, совершенно забыли о том, что они люди одухотворенные, то у них есть душа искусств создателя в каждом. Но они почему-то забыли об этом, а некоторые из них даже не верят в это. Еще вчера, даже кичившись своей такой творческой составляющей, своей независимостью, своей гордостью, своей самократичностью, вдруг стали хомячками и даже не условно разумными, а просто неразумными, и забившись в свои клеточки, хрустят разной дрянью, которую им дают. Я вот просто этого не понимаю, ведь вроде как вчера еще это были вроде как нормальные, так сказать, вроде как думающие, вроде критически настроенные ко всему, что происходит вокруг, прекрасно понимающиеся цены окружающей власти, люди. Вот простой пример, вот во Франции у меня было несколько близких знакомых, которые всегда очень насмешливо отзывались о выборах, о власти в Париже, о президентстве, называли это бандой преступников, парламент, высмеивали все это. Сейчас вдруг они превратились в совершенно послушных надсмотрщику хомячков и делают это столько, сколько надо и сидят и хрустят и хрустят и хрустят, а самое главное они боятся. У них в глазах, кроме панического ужаса и страха, ничего не осталось разумного. И вот они хрустят разной этой дрянью, которую им дают СМИ. И что с ними случилось, почему их сознание вдруг так переключилось, я понять не могу. Я тут ехал как-то и включил некоторые музыкальные радиоканалы российские и понял, что просто я осознал, что их ведут уже не люди, то есть ведущие этих радиоканалов музыкальных совсем уже и не люди. Причем вот именно от слова совсем не люди. Нет голоса у них людского. Нет, у них все с голосами внешне ненормально, все хорошо, но информация, они ведь не понимают, что даже нормальный инстинкт самосохранения просто обязывает их к протесту в эфире и на всю страну. Они же прекрасно понимают, что не просто лгут, но продолжают зомбировать все население, например, передавая всякие новости глупые. Но продолжим. Дальше вот интересно это письмо продолжает Константин читать. Он пишет «Я увидел рекламу, в которой говорилось, что монетный двор уже подготовил ювелирную монету в честь создания столетия создания СССР, цена которой я подчеркиваю. Бесплатно необходимо платить только доставку всего 299 российских рублей. И мне пишет Константин закралась мысль в голову, а что еще готовит монетный двор к такому юбилею? Кому интересно вы можете открыть сразу же материал, перейти, найти эту монету, посмотреть на нее, а самое главное прочитать, что ее эту монету выпускает имперский монетный двор. Это не монетный двор Российской Федерации, это не монетный двор подчиненный банку непонятному российскому центральному банку, который фактически не существует. Это имперский монетный двор. И подумайте сами. задайте себе вопрос, не началось ли уже официальное, но пока не освещаемое, печатание, печатание или подготовка к такому действию, таких купюр и чеканка монет на будущее. Я вам скажу, что монеты и купюры и все это будет для граждан империи, как они планируют. Но это будет золотой стандарт, единый для всего мира. Потому что единая и единственная валюта всего мира будет золотой имперский империал, стоимость которого, номинал которого будет составлять 10 рублей. Вот этот империал золотой и золотая монета в 10 рублей и будет основным эквивалентом и показателем платежеспособности тех людей, которые получат статус гражданин Российской империи. Далее еще будет статус свободных свободных людей империи. Свободные люди империи будут иметь право жить свободно и передвигаться куда-нибудь, куда им разрешат. И там же будет еще третий статус статус туземных обитателей туземцев жителей туземных территорий, которые будут закреплены за своими территориями. И туземцы могут иметь право получать документ для покидания своей территории только с разрешения туземной администрации, но тем не менее все равно окончательно решение о выдаче разрешения, чтобы, например, житель какой-нибудь французского городка покинул свой город, будет выдаваться генеральным консульством Российской империи, как и было вплоть до 1901 года по всей Европе. Я в каком-то ролике уже об этом говорил, что паспорта имело право выдавать только консульство Российской империи. И на территории империи, чтобы ехать на территорию империи, туземец должен был получить специальное разрешение. Но это будет в том случае, если победу одержит Гольштейн Романов и восстановит империю в декабре как я уже говорил 2022 года. Потому что сейчас к декабрю они уже все подготовили к восстановлению СССР. то есть идет быстрое восстановление СССР как промежуточный статус ее для передачи власти империи. То есть СССР не восстанавливается для того, чтобы был СССР как таковой, а для того, чтобы на кое-то время было юридическое основание для передачи всей полноты власти императору освободителю, императору спасителю. И мы это все должны будем с вами увидеть. Ну, а если победит Вадус, то всем будет очень совсем, уже совсем-совсем будет скучно. Потому что да, я вас отсылаю к Оруэлу. Там все будет строго по нему. То есть только гораздо более худшей формы. И все это безобразие творится будет и продолжаться до начала, до конца вернее 2024 года. в начале января, на первой неделе января 2025 года равновесие окончательно восстановится и вся эта дрянь исчезнет. Ну, естественно, она исчезнет со всеми, со всем биологическим мусором, который к ней прицепился. Далее Константин пишет «Еще одно увидел я в интернете передачу про опускание государственного флага СССР 26 декабря 1991 года и действительно удивился. Прошло без малого 30 лет. В судебной практике есть такой термин «чрезвычайный срок» и именно 30 лет. Совпадение не думаю. А ведь государственный флаг это атрибут державы, а не тряпка для мытья посуды и полов. Плюс 30 декабря тоже скоро и мы все это знаем, а значит бесятый что-то зная, но очень торопится. Это уже не мелочи. И Бацька сказал сегодня, что в случае размещения в Польше ракет будет просить крошку повернуть ядерное оружие, инфраструктуру осталось. Ну, осталось, во-первых, у него осталось не инфраструктура, а ядерное оружие. Видать, пошел наступление как раз у крошки очень мало что осталось. Аттракцион сумасшедших щедрости и какой-то. Неужели у чертят и бесят обострение? Вы, естественно, предупреждали об этом и не раз, а вот меня снова обозвали не патриотом в конторе ЧВК, так как по их словам осмелится сказать, что у территории Ур никто не будет помогать нигде в мире. Их очень злит. Все до сих пор продолжают верить в пустые заявления западных кавычках партнеров. Кстати, у них тоже очень сильно подгорает причина задержка денежных выплат, особенно тем, кто на востоке территории Ур не подгорает, а просто они специально сейчас перестанут платить. А когда эти те, которые там бегают и думают, что они защищают свободу, сами понимаете, чего перестанут получать денежные удовольствия, они очень быстро превратятся в банды голодных, хорошо вооруженных людей. Они не могут просто так бросить все и пойти по домам. Если они и пойдут по домам, то хорошо вооруженные. Но это все разговоры, конечно, в курилках, пишет Константин. Трусы. Уж кто-кто, а я знаю эту контору изнутри. Марат, а нельзя им себя со стороны показать, что они говорят и что делают или всему свое время? Опять я затянул свои фантазии. Вы уж простите, у вас и так работы хватает, но все же, кто владеет информацией, тот может проанализировать и спрогнозировать будущие ситуации. Тут, к сожалению, сейчас у нас полностью, так сказать, мы живем в времени сломанных часов, я говорю это в начале каждой заставки кролику, не существующего времени. И сейчас наступил период абсолютный, абсолютно я подчеркиваю, беспредельной анархии, властей нигде нет, никаких, ни в одной стране мира, кроме Белоруссии и Швеции. Почему Швеции? Потому что это единственная династия плюс Валенберге, который не входит в этих самых Гольдштейн, Гутропов. Династию. А династия, так сказать, на самом деле не династия, просто Бернадотт, он сам по себе сущность, но иная. И у этих сущностей у них свои задачи и свои цели. Но я говорю, что если тем не менее Вадус победит, Ханс Адам Второй захватит окончательно полное управление своей руки, то они загребут своими лапами, могут загрести и Швецию, хотя и оставят ее вывеской, как вывеску, скажем так, показательную для всех остальных, как хорошо будет вам с нами. А теперь, друзья, вам одна аксиома, запомните ее очень крепко, потому что я, друзья, решил вам кое-что сказать, опять-таки не совсем приличное с точки зрения вождей условных и воров безусловных. Вы заметили, что у нас теперь новостях? Где безумные тусовки на курортах, где конкурсы, чья самка круче, чья машина и яхта, самолет дороже? Так вот, слушайте аксиому, ибо она безусловно для любого мира теней, тем более такого нелепого, как тот, которым мы сейчас сражаемся. Я подчеркиваю, не живем, а сражаемся за свои души. Ни одна, казалось бы, очевидная в своем безумии реальность такого мира не может долго существовать, если мы, подчеркиваю, если мы душой наделенные перестанем в нее верить. ни одна реальность такого мира не может долго существовать, потому что такой мир поддается формированию тех носителей души искры создателя в себе, потомков, тех, кого сюда забросило страшной катастрофой. Так вот, аксиму еще раз говорю, если мы душой наделенные перестанем в нее верить, то произойдут изменения. Такая реальность, которая страшная, которая сегодня существует, она просто сама по себе перестанет существовать. Если большая часть сильных душой перестанет верить в то, что существуют некие организации, которые имеют или могут право управлять нами, эти все организации исчезнут моментально, даже до того, как окончательно наступит равновесие. И еще одна аксиома, запомните ее очень крепко. Любой человек, живущий надеждой на то, что есть царь, вождь, герой, способный все исправить и подарить ему обездолен на спасение, благосостояние, защиту, заведомо обречен на поражение и гнет. Надежда на бога, царя, вождя или сладкоречивого сатану есть чувство глупое и разрушительное. Жить надо всегда так, чтобы врагу было ясно, что вам нечего терять, кроме вашей души, а все остальное тлен и зло. Я отчеркиваю. Врагу должно быть ясно, что вам, каждому, нечего терять, кроме вашей души, а все остальное тлен и зло. А вот душу вашу у вас никто не сможет ни изъять, ни отнять, и приказать вам тоже ничего не могут. Погубить ее, душу вашу, можете только вы сами. То есть врагов внешних у вашей души нет, только вы можете ее разрушить. А теперь дам вам несколько совсем вредных советов для жителей Земли мира Икс. Перестаньте ощущать неловкость и стыд, говоря правду людям вокруг вас. А то многие по извращенному понятию приличные манеры поведения, переставая лгать, чувствуют себя неприличными наглецами в толпе очень хорошо воспитанных лугунов. Они чувствуют себя очень неловко в толпе очень хорошо воспитанных лугунов. Начать очень трудно, так всегда бывает. Но однажды ваши глаза встречаются с глазами вечности. и вы вдруг ясно и четко понимаете, что это зеркало вечности, и тот в нем мог бы стать кого вы видите, мог бы стать вашим лучшим другом, и надо это исправить. Вы вдруг понимаете, что вы этот незнакомец и есть, ведь он знает о вас абсолютно все, даже то, что вы никогда не знали сами о себе, не понимали и не чувствовали, и вы знаете его в зеркале вечности так хорошо, словно вы всегда были вместе в этом временном убежище под названием ваше тело. И не потому, что оба вы с этим незнакомцем в зеркале такие уж великие и уникальные, просто вы похожи, как бывают похожи близнецы, например, если их обнажить и поставить рядом. Ищите себя своей душе. Еще раз почувствую, ищите, дурной совет для мира Земли Икс, ищите себя своей душе, и вы обретете истину. Некоторые из вас часто жалуются на одиночество. Опять вредный совет на базе аксиомы. Аксиома. Одиночество в гармонии со своей душой великое благо в безумном мире этой тени. Еще раз произношу медленно. Аксиома одиночества в гармонии со своей душой великое благо в безумном мире этой тени. Помните, я уже цитировал, ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Вас тащат в мир безличного стада, толкающихся за место возле кормушки с помоями. Неужели вам надо принять это ради краткой и полной муки жизни биологического тела? Да, еще одно маленькое отступление. Все фотографии, которые вы видите, это фотографии, которые сделаны здесь сейчас в Швеции. И вы первые, кто их видите. Это моя частная собственность, грубо говоря. Ну, я разрешаю ее использовать. О чем бы можно говорить с толпой хомяков, когда судьба для покорных и выполнивших все предписания нечисти, выполнивших все предписания нечисти. Это палач их судьба. В руках этого палача у него, как вы понимаете, не праздничный торт. Сделав это, они уже приняли участь свою, и нет причины никакой, о них печалиться и страдать. Павший перед ложью и страхом всегда свалится в свою пропасть небытия, как будто его никогда и не было. Они, как отпечатки следов на мокром песке, перед очередной волной, и с собой в равновесии вы их никогда не заберете. Скорбеть можно опавшим рядом с вами в бою други, но он навсегда останется в сердце вашем, а душа его, приняв свободу, будет ждать вашу, ибо ни время, ни забвение вам не угрожают. Мои ответы всегда прямые, но редко кому приятно. Друзья, от вечности защиты нет, кроме принятия простой истины. Только душа, когда она свободна, можешь жить в гармонии с вечностью. Дом нам всем нужен, свой дом, а это всегда только то место, где тебя любят за то, что ты есть, где обитают все твои предки и все друзья, уже покинувши этот мир, если те, кто придут туда после тебя. Я еще раз, просто думайте, дом нам всем нужен, свой дом, а это всегда только то место, где тебя любят за то, что ты есть, где обитают все твои предки и все друзья, уже покинувши этот мир, и все те, кто придут туда после тебя. Закон Вечности в извечном стремлении к познанию, к творчеству и гармонии с теми, кто удостоился права разделить ее с тобой без конца и начала. Кто удостоился права разделить его с тобой без конца и начала. Не надо думать, что вы все поняли или осознали сейчас. На это нужно время. Это должно созреть в вашей душе. нет ничего обманчивее, чем неосознанное невежество души. Начните с самого простого. Откажитесь от лжи и страха. Сейчас, друзья, я вам скажу простую истину. Не надо пытаться сохранить мгновение любви навсегда. Любите это мгновение сейчас и сразу. оно исчезнет уже в следующее мгновение, как меняются сейчас фотографии на экране. Будет любовь иная и не менее прекрасная. Это не значит, что изменится объект любви или субъект любви или причина любви, но это будет любовь уже иная и не менее прекрасная. Помните, остановись в мгновение, ты прекрасна. Так вот, остановка мгновения есть отрицание самой жизни. Я продолжаю сегодня зачитывать Константина еще один отрывок из его письма. В Ираке чаще всего я ездил в экипажи, где водителем был парень по имени Максим, а пулеметчиком Вадик. Они жили оба в Днепропетровске, хотя первый был родом с Донбасса, а второй из Запорожской области. Большинство офицеров называли экипаж эталоном взаимодействия, настолько каждый из них знал свое и особенно при выездах. Они делали все вместе, проводили время вместе, в общем, не разлей вода. Они всегда смеялись, даже по возвращению домой вместе пошли работать на одно предприятие. Грянул 2014 год, и как и многие, они разделились. Каждый начал обвинение в свой адрес. Вадик даже вступил в ряды националистов. Пока еще было не поздно, я многих бойцов, которые стали по разной стороны пытался отговорить от этой безумной игры, в которую нас хотели затянуть. Но крови первой жертвы патриотов с обеих сторон сделали свое жесткое дело. На протяжении трех лет я пытался помирить двух друзей, но все оказалось тщетно. И, как вы говорили не раз, правда у каждого своя. Честно, я даже устал звонить, общаться с каждым. Это было тяжело. Как-то в 2017 году я смотрел кино и услышал такие слова «Время лучше лекарь». И подумал, а может действительно надо подождать и сами остыну наберут друг друга. И вот в мае этого года мы отмечали такой себе праздник День Миротворца. Позвонили мне оба и сказали, что они помирились. Я не верю, ведь столько воды утекло с тех пор. Но вы знаете, созваниваемся не каждый день, однако постоянно. Они меня уверяют, что пыл и жар прошел, и я верю, что они не врут. Для меня это очень приятно и радостно, что каждый из них осознал, что им нечего делить, и повелись они на политиканов, а они всего лишь их инструмент. Оба приглашают меня в гости, как в Днепр, так и в Россию. Не знаю, как сложится, но то, что ребята начали думать своими головами и вспомнили хорошее, это огромный прорыв сознания. Какой прорыв сознания у тех, кто несет себе искру Творца в своей душе, происходит сейчас ежедневно. Друзья, еще некоторые вредные советы. Не надо пинаться жупелом справедливости и равноправия. Всем поровну только у сороки воровки, которой кашу варила, и то одному кашки не дала, и не важно по каким моральным причинам. Всегда и без исключения у кого-то куст будет вкуснее, а чье-то чужое яблоко за забором будет слаще. И это настоящая блестящая блесна с острым тройником, на которую нечесть всегда ловит доверчивых и глупых наивных простаков. Друзья, в Амбере есть еще два образа призрачных, но очень важных. Один в небесах нестабильный и удивительно красивый, сегодня я о нем скажу. Это мир самой странной стихии, стихии снов. Увидеть его можно иногда, а попасть туда живому и теплому человеку очень опасно. Мираж может не выдержать веса его тела и падать с высоты в 3000 метров не очень приятно и плохо согласуется с сохранностью вашего организма в работоспособном состоянии. Так вот, отражение образа мира снов проецирует на наше сознание и воздействует на него в той или иной степени. Поскольку эта копия реального Амбера даже в период равновесия нестабильна, в отличие от реального Амбера в реальном стабильном состоянии в равновесии. Так вот, копия этого нестабильна. То и большая часть наших снов сегодня насыщена призрачными страхами и призрачными нестабильными миражами. Здоровый крепкий сон без влияния миражей ночного неба Янтарного королевства без сновидений дарует хорошее самочувствие вам днем. Только немногие в эпоху равновесия постигали магию мира снов. Но рано или поздно все они уходили туда навсегда. Все это конечно только мои фантазии. О третьем мире Амбера тоже достаточно призрачным и нестабильным мы поговорим позднее. Доброго времени всем суток здравия силы вам всем. А сейчас как всегда немного поэзии. Друзья сейчас я прочитаю вам небольшое стихотворение которое называется Казино написано в 2014 году Смотреть на запад с жадностью в глазах Привычно стало жажда свободы И словно джокера из крапленной колоды Себе идею старую сдавать Горит огонь Зеленое стекло И ставки Вечных принципов Монеты Под Неестественным и очень резким светом Выбокали кровью Кажется вино Крупье сдает фальшивый блеск судьбы Он одинок в череде грухих столетий Под тихий шелест странных междометий И игроков К всевышнего мольбы Нам кажется Что можно проиграв перечеркнуть и все начать сначала Идет игра под черным сводом зала И не уйти Раз карты в руки взяв С патологичной жадностью в глазах Себя с новой мира возглашаем Блефуя ставки на сукно швыряем Надеясь на фортуну в небесах Хозяин казино всегда не прав Мы говорим Теряя быстро годы Крупье сдает Тасуется колода Стилет там Джокер прячется в рукав Встает игрок Прах падает на пол Для нового освободилось место Но для Крупье финал всегда известен Колода зал зеленый вечный стол Благодарю вас всех за внимание До следующих встречи в четверг Напоминаю вам что стихи я читаю только по воскресеньям Еще раз вам всем желаю здравия блага веры в себя и силы Друзья помните о том что я вам сегодня зачитал в основном ролики до следующей встречи в следующей субтитры